Ты меня слышишь, Алексей? Алексей! Этот дорожный эпизод, попав в СМИ, поразил многих горожан. В таком состоянии водитель, напомним, ехал по встречке на проспекте Строитель. По предположению, инспекторов употребил наркотики. Именно в состоянии наркотического, а не алкогольного опьянения, по словам сотрудников ГИБДД, водители все чаще садятся за руль. Поэтому сейчас задача инспекторов не только услышать запах, но и оценить состояние автолюбителя. У вас сейчас состояние какое-то задроможенное. Я говорю, что я отработала смену, я сейчас еду домой. Ну, каких таблеток вы употребили? У меня температура 38, она заболела, у меня горло болит. А какие таблетки-то употребляли? Да аспирин, у меня температура 38, говорю. Ну, вот понимаете, у вас просто сейчас состояние такое, которое не соответствует нормальному водителю. Я не знаю, что надо сделать-то. Так ничего, сейчас мы с вами, наверное, проедем наркологию. По словам женщины, ее состояние не первый раз вызывает подозрения у инспекторов. И в наркологии уже возили. Но, как уверяет, просто сильно устает на работе, не употребляет запрещенные вещества. Медучреждение издало анализ, результат станет известен позже. Машина запрещенная, что-то есть у вас? К гражданскому обороту. Давайте досмотрим нашу машину сейчас. А это пост ГИБДД. С инспекторами работают кинологи. Спине льдоза натренирована на поиск запрещенных веществ. Вот придирчиво обнюхивает колесо автомобиля. Наркотиков нет. Здесь инспектируют багажник. Мы старые, за наркотики браться поздно. На шутят водитель и пассажир. А это уже район Заречья. Инспекторы беседуют с автолюбителями о вреде пьянства за рулем. Пьянство за рулем преступника. Правильно. Поддержу вас, Владимир Афанасьевич. Не сталкивались с такими водителями? Нет. Ну, чувствовалось, что как-то нетрезвый водитель. Да. Что бывают такие, да, неадекватно себя на дороге ведут? Ну, сообщайте о таких дежурную часть ГИБДД. 59, 80, 40. Обязательно примем меры. Никогда не садилась и не сяду с пьяным водителем в одну машину, поделилась мнением девушка-водитель. А друзья кто-нибудь садились, нет? Знакомые, друзья. Не было такого? Ну, были прецеденты такие. Были прецеденты? Деревья, когда бывает, и они сидят за руль, и я не сажусь в машину, потому что очень боюсь. В прошлом году инспекторы ГИБДД выявили более тысячи водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Немало неадекватных автолюбителей отстранили от руля и за январь этого года. В этом году уже задержано больше 80 водителей за январь месяц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Произошло у нас два дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. Пострадало пять человек. В прошлом году у нас было пять наружно-транспортных происшествий, два человека погибло. Часто инспекторам помощь оказывают граждане. Как говорят сотрудники ГИБДД, если на ваших глазах водитель в неадекватном состоянии садится за руль или ведет себя чересчур странно на дороге, нужно немедленно сообщить в полицию. Возможно, это сможет предотвратить трагедию на дороге. Ольга Соловьева, Егор Плюснин. Новости.